Всем привет! Сегодняшнее видео о зеркала заднего вида. Это может быть Тесла, и ты её не услышишь. Так что поворачиваться нужно в любом случае, если у тебя нет зеркала, конечно. Но, как вы заметили, вот, да? Повернитесь, попробуйте в профиль. Что чувствуете? Ветер. Конечно же, это не аэродинамично. Если ты делаешь таких поворотов головы, не знаю, штук 20-30 за всю поездку, то можешь рассчитывать, что твоя средняя упадёт на... Я бы сказал, если в евро измерять на солидное отношение, если учитывать, что 1-2 ватта плюс от той же лапки керамической стоит 350 евро, то здесь будет эффект от того, что ты не поворачиваешься гораздо больше, мне кажется, что тестировать даже не нужно, чем вот от этой лапки. То есть, аэродинамика. Так, лучше остановлюсь, это моя первая поездка. На левой руке я опирался сейчас. До этого протестировал, как можно опираться или нет. В моей первой поездке, кто не видел, может посмотреть. По зеркалам. Это, конечно же, эссенциально, абсолютно, что ты, неважно, зеркало или разворотом головы, убеждаешься в том, что нет никого фактически. Это не только мёртвый угол, но и вот так, например, я увидел машину за счёт того, что она быстрая, только когда она оказалась вот прямо вот здесь. Это я и боковым зрением мог бы заметить. Но если она в районе моего заднего колеса, вы можете представить, что на скоростях там 70 и больше километров в час, это буквально миллисекунды, да, я обернулся вот так вот, или положился на своё периферийное зрение, никого не увидел, стал делать разворот или объезжать яму, и нерадивый водитель, соответственно, не держал полтора-два метра от меня расстояние отступа, и всё, он наехал на меня. То есть в любом случае, перед тем, как выполнять маневр, обязательно убедись в том, что никого слева или справа нет. Видели на моих электровелосипедах соответствующие зеркала, в том числе вот это от S-Pedrick'а, но оно весит, ну, грамм 500-600, наверное, это что-то с чем-то. Это, конечно, нужно по закону. В другой случае это шоссейный велосипед, и здесь ты хочешь всё максимально интегрировано, чтобы меньше тебе мешало, меньше стоило, наверное, да, для кого-то, но и выполнял свою основную функцию. Я видел зеркала, в том числе у мужика здесь у нас на вилке, на обоих, причём зубьих вилки, так сказать, и эти зеркала, ну, немного показывают, на самом деле. Если вы вот так вот можете себе представить, то есть вот здесь бы это зеркало располагалось, да, и вот что оно видит. То есть в основном это полвелосипеда. Полвелосипеда никому не нужно видеть, свой велосипед ты можешь дома оглядывать, рассматривать, когда тренировку закончил, поездку закончил и так далее. Здесь нужно что-то более, конечно, функциональное, в том числе зеркала на вилке, они выступают, да, и тем самым делают какой-то воздушный блок, и по поводу того, сколько это в ваттах, на машинах я знаю, что в среднем зеркала заднего вида, оба, да, они 5% сжирают бензин и, соответственно, топливо. То есть на велосипеде будет тоже солидно. Я вангую, что 10 ватт примерно с таких солидных зеркал можно определённо сгрести, особенно если с двух. Но почему я, во-первых, не пользуюсь зеркалами? У меня специальные такие вот штучки, Endplug от Envy, руля, и здесь не засунуть соответствующие зеркала. Впрочем, какие именно можно вообще использовать на шоссеньке, давайте посмотрим. Немножко по конкретным моделям зеркал заднего вида. Здесь мы видим, в том числе, вот такой вот гаджет, 2018 год, статья. Он совсем новенький, я не тестировал, хотя он довольно-таки дешёвый. Если хотите, можете, конечно, на следующем стриме задонатить, и я обязательно протестирую для всех, стоит ли вообще из-за бугра тянуть это зеркальце. И, как мы видим, здесь у чувака обычный окли, только, ну, кастом цвет, но это не важно. И здесь вот вопрос фитинги, подходит ли это для всех очков и прочее. Можно, однако, решить. Информации очень много, в том числе, вот по Амазону мы видим 1812 обзоров. То есть, людей, которые купили это зеркальце, огромное количество. Я думаю, в русскоязычном пространстве ни одного человека, по крайней мере, который как-то информацию дальше продвигает в своём блоге и так далее. Так что, да, если заинтересованы в тесте, на следующем стриме можете задонатить. Или, в принципе, по ссылкам в описании сцените. Так, по зеркалу, да, ещё раз, фитинг здесь, конечно, важен. В том числе, есть, были уже и раньше видел такие зеркала. В том числе, я видел встроенные прямо в очки. Но тут специальные очки, соответственно, нужно. Но у других я бы не стал останавливаться, чисто потому, что они не такие популярные. Смотрите, здесь 19, 561 и так далее. И напомню, что я не спонсирован никем, кого показывал в данном видео. И, да, здесь против вибрации всё это работает. Можно два дизайна выбрать. Компакт и стандарт что-то. Вот здесь в том числе размер. Компакт это 20 на 37. Оригинальный 28 на 37. То есть, немножко больше. Я бы выбрал всё-таки компактный вариант для теста именно. Но, в том числе, огромное количество, как я уже сказал, разных оценок. В том числе, вот как эта штука крепится на обычные, типа Ray-Ban очки. Да, и человек очень доволен. Да, крепится здорово. И всё это сделано в США. То есть, не дешёвая какая-то, не знаю, фигня из Китая. Или ещё что-то непротестированное и прочее. Нет, здесь качественная вещь. И ценник, как я уже сказал, довольно-таки низкий. По таким же ценникам, в принципе, можно будет и другие всякие штуки взять. В том числе Sprintec тоже дешёвые. Швейцарское качество здесь. Можно цвет выбрать. Зеркало крепится на, соответственно, дроп. Это то, что я говорил, что у меня не совсем подходит. Здесь можно даже сравнить цвет оплётки на руле. И как он будет соотноситься с зеркалом. Как это всё будет выглядеть перед тем, как вы это всё купите. В принципе, зеркало очень дешёвое, лёгкое тоже. Но само зеркало, сам материал зеркала из пластика. То есть, это не стекло, не так называемое настоящее зеркало. Но зато обзор большой, довольно-таки, и всё видно. Вот так это всё крепится на обычные, в принципе, дроп-бары. И одно из самых популярных, наверное, зеркало – это IRBM. То есть, Italian Road Bike Mirror. Стоит оно уже дороже гораздо. Worldwide Shipping. Наверное, в России тоже возможно. 50 баксов оно стоит. То есть, довольно-таки дорогое. Но оно и очень популярное, конечно, в соответствующей среде. Это настоящее стекло, настоящее зеркало. И соответствующий вес у гаджета имеется. 54 грамма у нас против, сколько, 20 с лишним у Sprintec. То есть, здесь действительно солидная штука, качественная. И она весит тоже очень много. Угол нужно немножко... Я сам хотел его когда-то покупать, но в итоге взял руль, для которого это зеркало не подошло бы. И я читал, что нужно экспериментировать с углом, опять-таки, настраивать. Особо настройки там не сильно возможны, но, да, короче, не максимальная настройка, как в тех зеркалах, которые мы в том числе сейчас ещё просмотрим. Вот так вот всё это засовывается в бар-энд, получается, или, да, и выглядит, да, посмотрите. Выглядит вообще просто идеально, то есть, как продолжение вашего руля, а не какой-то, ну, не знаю, какой-то лишний элемент. Это я чисто нашёл через Amazon. Искал Core Key, который мы сейчас посмотрим, и нашёл вот это. Отличные оценки. 629 человек его купило. И в отличие от Core Key, мне понравилось, что здесь гораздо больше зеркала само по себе. И видно, наверное, гораздо больше. Однако, это не так аэродинамично по сравнению с тем же Italian Mirror, либо этим Sprintec. То есть, Sprintec и Italian Mirror, если ты не хочешь лишаться каких-то аэродинамичных плюсов своего велосипеда. И в том числе вот по гонщикам, да, для гонок очень-очень важно. Если, я не знаю, UCI наверняка запрещает использовать зеркала, но если вы не под эгидой UCI катаете, но в критериумах обязательно используйте зеркало, это экономит столько сил, когда вы хотите повернуться и посмотреть, кто-нибудь поехал ли за вами, когда вы атаковали и прочее, прочее. Это серьезно, это может быть game changer, да, то есть решать судьбу гонки. Можно и на MTB тоже, соответственно, крепить. Можно на шоссейник, на Corky, о котором я говорил, 20 баксов или евро он тоже стоит. Можно посмотреть, в принципе, на Амазоне и прочее. Такая вот штука, которая, по-моему, у них даже имя по дизайну, что ли, была. Тут можно выбрать разный цвет, вот так это все крепится и можно закрыть. Я не знаю, вот в чем прикол закрыть это зеркало, то есть открывать всегда, когда ты хочешь смотреть. Ну, это тоже так себе решение. 16 грамм, однако, весит. Если вы в основном в горах катаетесь, то я бы не стал смотреть на аэродинамичные версии, а наоборот, вот на такую, легкую. Особенно в горах важно смотреть, как вообще машины ездят и как они реагируют на то, что ты меняешь немножко свое направление, реагируют ли. То есть, действительно, контакт поддерживать с теоретическими водителями. 100 метров, можно машину заметить, 20 метров, что-то тут велосипеды почему-то. Но написано аэродинамичный дизайн, по мне так это не совсем аэродинамичный. Окей, оно совсем тонкое, это зеркальце, и вот так вот оно в закрытом виде выглядит. То есть, тоже довольно-таки slick дизайн, так называемый, то есть, выглядит хорошо. Но вот так все это выглядит на живую, да, то есть, на практике очень хорошо проглядывается весь мертвый угол. Тут видно велосипедист, соответственно, вот это то, что на гонках может сильно помочь. И, да, на групповых гонках, типа, критериум аэродинамика тоже не сильно вообще что-то решает. Ты в основном за кем-то едешь или за тобой кто-то едет. И вот машину вплоть до, вплоть до, соответственно, мертвого угла, в течение всего мертвого угла видно. Естественно, аэродинамику смотришь, что у Sprintec Italian Road Mirror, он довольно-таки тяжелый, я бы не стал ее покупать. Если ты ищешь универсальное решение, то это Corky, тоже цена отличная, и функция, по мне, так тоже здоровская. И, да, спасибо Артему за патронство на Патреоне и за то, что он заказал это видео, и вам за просмотр, лайки, комментарии и так далее. До-до-до.